А спонсор этого ролика Лол Стим Маркет. Здесь вы найдете любой аккаунт. К примеру, Steam, Origin и так далее. На этом сайте самые низкие цены на аккаунты. Например, Prime CS GO аккаунт стоит всего 60 рублей. А PlayerUnknown's Battleground стоит всего 200 рублей. И еще кучу других игр ты можешь увидеть на сайте сам. А самое главное, покупая здесь, ты не рискуешь потерять деньги. Потому что здесь стоит система, которая автоматически проверяет товар. И получить невалидный аккаунт просто невозможно. На некоторых товарах висит такая красная табличка. Обязательно ее прочтите. Ссылка в описании. В ролике про Gritfall я предложил сделать топ-5 недооцененных RPG. Идея понравилась многим. Так что я решил не тянуть и сразу же взялся за видос. В нем я расскажу не только, что вот существуют такие хорошие забытые RPG. Также я постараюсь объяснить, почему люди не заметили эти игры. И почему сейчас они забыты. Но прежде чем начать, я должен еще кое-что сказать. В ролике мое мнение. Если тут нет вашей любимой игры, то ничего. Люди по-разному думают. И это нормально. Также если вы знаете про все эти игры, то поздравляю. Это очень клево. Но не обязательно писать про это под каждым комментом. Спасибо большое. Ну а теперь давайте перейдем к нашему списку. На пятом месте у меня игра под названием Королевство Аламура. Сама по себе игра неплохая. Хороший сюжет, красивый визуал и классная боевка. Игру ждали и приняли ее очень даже неплохо. И как по мне, игра имела всего один большой минус. А именно доп-квесты. Их очень много. И они однообразные. По сути, в игре интересны только сюжетные задания. И квесты фракций. Остальное такое себе. Но опять же, у игры все было хорошо. Что же пошло не так? И дело в том, что игра продалась тиражом в 1 миллион копий за несколько месяцев. И вы скажете, что это был новый IP. То есть, в принципе, все было неплохо. Но все же была одна проблема. Разрабы потратили очень много денег на разработку игры. Они взяли много кредитов. Залезли в долги. И чтобы все вернуть, нужно было, чтобы игра продалась тиражом в 3 миллиона копий. Но этого не случилось. И после этого начались суды на несколько лет. Студия разработчик закрылась. А вокруг данной игры были только скандалы. И это не особо давало мотивацию людям, чтобы они начали покупать данный продукт. Ну а через некоторое время про королевство Аламура все забыли. Вот такая вот история. Кстати, я несколько дней назад запустил игру. И заметил, что она не поддерживает геймпад. Точнее, он работает. Но игра почему-то начинает тормозить. Так что, в принципе, играем только на клава-мышь. На четвертом месте у меня игра Pathfinder Kingmaker. Вышла она относительно недавно. Примерно год назад. И когда я начал ее проходить, то никак не мог понять, почему так мало людей заметили эту игру. Потому что она оказалась очень даже неплохой. Интересные локации, хорошие квесты и персонажи и так далее. И как по мне, Pathfinder намного лучше той же Pillars of Eternity. Она предлагает новый опыт. А не тупо копирует Baldur's Gate. То есть, в игре у нас есть классический RPG-шный геймплей. Плюс много новых механик. Например, можно создать свое королевство. Захватывать земли. Строить города и так далее. Но, несмотря на все это, игру не особо заметили. Во-первых, потому что у Pathfinder очень плохая репутация в плане оптимизации. Более того, патч для нее выходит до сих пор. Последний вышел три дня назад. Во-вторых, игра имеет много проблем в плане геймдизайна. Она медленная, несбалансированная. И имеет не особо хорошую ролевую систему. Но, в принципе, опять же, она намного лучше игры Obsidian. Проходя Pathfinder, я получил очень много хороших эмоций. Особенно от потрясающего саундтрека. На третьем месте у меня Jade Empire. И, честно признаться, это одна из моих любимых игр BioWare. У нее необычный сеттинг. Китайский фэнтезийный мир. И, в принципе, проходя игру, можно узнать много фактов про мифологию Китая. Естественно, еще в игре хороший сюжет. Очень крутые квесты. И довольно неплохая боевка. Jade Empire это классная игра от создателей Котора. Ее приняли тепло как пресса, так и обычные игроки. Но проблема в том, что игра вышла только на первый Xbox. Причем в тот же год, когда должен был выйти Xbox 360. То есть люди тупо переходили на новую консоль. И, конечно, им было все равно на игры предыдущего поколения. Jade Empire продалась очень плохо. В 5 раз хуже, чем Котор. И поэтому вторая часть так и не вышла. Позже игру портировали на ПК. Но тут ей опять не повезло. Потому что порт был очень кривой. Игра не хотела запускаться. Вылетала. А иногда бывало так, что переходишь из одной локации в другую. И игра буквально ломается. В общем, это хорошая игра. Но из-за каких-то плохих решений издателя, она так и не нашла своего игрока. И мне довольно-таки обидно за эту игру. На втором месте у меня игра под названием... Дракенчо? Знаете, я почему-то уверен, что название этой игры это одна из причин, почему люди ее не покупали. Но в принципе, Дракенсанг это одна из тех RPG, которых я прошел с удовольствием. Эта игра имеет все. Неплохую ролевую систему, открытый мир, интересные квесты, красивая графика. И для 2010 года она выглядит прям шикарно. Что самое главное, окружение сделано с любовью. Везде какие-то классные детали. Но больше всего в игре доставляет юмор. Я эту игру проходил много лет назад. Но все равно помню многие забавные моменты. Например, я нашел странного чувака, который говорил с козой. Ну уж нет, Сильвия. Ты останешься здесь и точка. Ну-ну, ни к чему придираться. Это не поможет. Однажды меня пригласили на сеновал. Приходи ночью на сеновал. Там и поговорим. Однажды я нашел болтушку, сплетницу и пустословку. И мы мило побеседовали. Я с незнакомыми не разговариваю. Хочешь сплетни послушать? Сходи на рыночную площадь. Что? Поговорить хочешь? Нет, спасибо. Обидно. В принципе, игра годная. Единственное, что мне не понравилось, это то, что местами исследования локаций скатывается в то, что ты просто разбиваешь бочки. Очень интересно. Нет. Но в остальном игра очень даже хорошая. И, конечно, тогда вопрос. Почему про эту игру никто не знает? И ответ на самом деле прост. Ужасная рекламная кампания. У этой игры аж два трейлера. Гениально. То есть многие пропустили игру, потому что никто не знал, что она вообще выходит. И очень жаль, ведь это хороший представитель RPG жанра. В общем, оставим этих работяг. Заняться нечем, так не отвлекай других от работы. И давайте теперь про первое место. Первый Reason. И знаете, я обожаю эту игру. Я прошел ее несколько раз и, скорее всего, пройду еще. И я знаю, что это будет громко, но Reason это RPG, которая почти не имеет минусов. Это одна из лучших игр Piranha Bytes на уровне первой и второй части Готики. И какая же она атмосферная. И дело в том, что, как оказалось, многим людям она почему-то не понравилась. И я не понимал, в чем проблема. Почему такие низкие оценки? И я решил посмотреть самый популярный обзор на эту игру. И там я услышал это. То есть чувак жалуется, что в игре нет маркера, который показывает, куда идти. Окей, да, согласен. Вообще нужно сделать вот так, чтобы прям было на 100% понятно, куда идти. Все, господи, 10 из 10. И в принципе весь ролик такой. Мол, в игре слишком много диалогов. Слишком сложно. И так далее. И дело в том, что именно из-за нытья таких людей мы и получили очень слабую Reason 2. В общем, я считаю, что первый Reason это очень хорошая игра. И она не заслужила такого хейта. Но в принципе, сами знаете. Мир несправедлив, а жизнь... Говно. А на этом у меня все. Если вам понравилось, то поддержите лайком и подпиской. И в принципе, напишите, как вам такой формат топов. Ибо у меня много идей, и можно как-то дальше делать что-то в этом роде. В общем, еще заходите в мою группу. Там интересно и лампово. Ну а пока, до скорого, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Прекрасно-прекрасно! Эта статуя великолепна! Господа Зильмуш и Уль-Рашир отлично поработали! Не верится даже, что они гномы! Но скоро мы получим еще более величественную статую и без виновьей помощи!